Международный бизнес-конгресс безопасности и защиты личности, общества и государства. Москва, 2013 год. В центре внимания общественности и мирового сообщества стало проведение Международного бизнес-конгресса безопасность и защита личности, общества и государства. Сегодняшний форум, я считаю, это диалог на границе между обществом и армией. Активное участие принимают и государственные органы. Выставка всегда притягивает, она показывает, что люди реально делают, не только на словах, но и на деле. Наш век – это век высоких скоростей, высоких технологий. Министерство обороны, я надеюсь, находится в авангарде этого движения. Мы ожидаем усилить эффект взаимодействия органов власти, государства, общества и бизнеса в решении самых острых проблем безопасности. Столь значимый и масштабный форум по проблемам безопасности в нашей стране прошел впервые. Он стал эффективной площадкой для налаживания сотрудничества государственных структур, общественных организаций и бизнеса по обеспечению безопасности России в самых различных сферах. Инициаторами проведения выступили Общественная палата России, Международный консультативный комитет офицеров запаса и резерва, Национальная ассоциация объединений офицеров запаса вооруженных сил «Мегапир», Правительство Москвы во взаимодействии с рядом государственных структур и общественных организаций. Конгресс и выставка – это, по сути, новый формат, более открытый, более перспективный, эффективный для взаимодействия на одной площадке поставщиков и потребителей продукции, как в военной сфере, так и в самых разных областях безопасности. Цель Конгресса по замыслу его организаторов – проинтегрировать лучшее, что сделано обществом и государством в сфере безопасности, дать импульс новым бизнес-идеям, социально значимым проектам по защите личности, укрепить взаимодействие производителей с федеральными и региональными органами власти и управления, а также способствовать развитию международных деловых связей участников. В течение трех дней мы планируем в самых широких аспектах рассмотреть все, что связано с проблемами безопасности сегодня и на планете, и в Российской Федерации, но самое главное – в интересах конкретного человека. Вопросы, вынесенные в тематику форума, изучались и обсуждались на его общих мероприятиях, пленарных заседаниях, секциях, а также на выставочных экспозициях, в личном общении организаторов, гостей и участников Конгресса. Посмотрим, люди посмотрят, обменяются мнениями, ну и, наверное, какой-то будет положительный результат, положительный взрыв в этой области. Единодушие было в главном. Безопасность – это категория очень важная, как в глобальном масштабе, так и в личном плане каждого конкретного человека. Безопасность – это охрана своего себя, других людей. Соблюдение всех правил безопасности. Охрана жизни, предосторожность, правила там, судать. Лично для меня безопасность – это мир в нашей стране. С безопасности страшно было бы ходить. С безопасности – это для меня то, чтобы моя семья жила комфортно. Определение безопасности, которое было сделано в 1953 году Баварским конституционным судом. Это целостность, здоровье, чести, свободы, имущества граждан, а также неприкосновенность правового порядка и основных учреждений государства. Безопасность и стабильность в обществе во многом зависят от решения целого комплекса вопросов, где силовые ведомства играют не последнюю роль. Поэтому активное участие в работе форума приняли Министерство обороны и внутренних дел России, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Министерство юстиции, ДОСААФ, Федеральная служба по оборонному заказу, Федеральное космическое агентство, Военно-промышленная комиссия при правительстве России. Важность и очевидность такого мероприятия, она, наверное, не нуждается в какой-то дополнительной аргументации. Почему? Вопросы безопасности личности, общества – это краеугольные вопросы вообще, которые человеческое сообщество решает. И обсуждение этих вопросов, выработка по ним тех или иных решений – это одна из важнейших задач любой структуры. Стенды и изделия силовых структур охватывают различные сферы безопасности. На выставке широко представлено разнообразное оружие различных модификаций. Представлены также образцы новой инновационной формы одежды для военнослужащих. В данном конгрессе мы представили свой всесезонный комплект базового модирования, а также образцы обуви, которые мы предлагаем по остатку Министерства обороны Российской Федерации. К результатам опытной носки уже сформированы окончательные внешние виды изделий, и конструктивно они были доработаны. Соответственно, с этого года мы начали поставки всесезонного базового комплекта модирования в войска. Людей в военной форме на выставке было немало. Военные медики представили две секции и развернули на открытой площадке модуль медицинского военного госпиталя особого назначения, с работой которого с интересом познакомились зарубежные гости форума. Время развертывания отряда 24 часа, то есть сутки необходимы для того, чтобы мы прибыли в район, развернулись, и через 24 часа мы готовы приступить к работе. Госпиталь, который представлен, он принимал участие во многих проблемных, кризисных ситуациях. Армейские воспитатели показали переносной комплект спутникового и наземного телерадиовещания, а также все то, что связано с обучением и воспитанием военнослужащих. Здесь представлены следующие образцы. Мобильная установка, которая позволяет демонстрировать фильмы в полевых условиях. Кроме того, книги и фильмы, подборка, которая была утверждена Общественным советом при Министерстве обороны, тоже представлены на нашей экспозиции. О духовной безопасности, воспитании человека в погонах, говорит и другая экспозиция, представленная Министерством обороны. Защищать душу солдата должны мы. В чем это выражено? Естественно, в основной продукции театра, в спектаклях. В спектаклях, начиная с тех, которые говорят об истории нашего государства, поэтому задача театра – эту душу сохранить. Безопасность – это когда, посмотрев спектакль нашего театра, молодой парень в погонах приходит на свою службу и начинает служить по-другому. Вот это для меня безопасность. По замыслу организаторов, основными тематическими разделами Международного бизнес-конгресса «Безопасность и защита личности общества и государства» являются военная безопасность, личная безопасность, финансово-экономическая безопасность, правовая безопасность, международная безопасность, продовольственная безопасность, экологическая безопасность, безопасность условий воинского труда, IT-безопасность, духовно-нравственная безопасность, безопасность недвижимости, энергетическая безопасность, региональная безопасность России. В работе Конгресса приняли участие 22 страны. Гостями и участниками стали военные атташе и представители из 38 стран мира, дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Здесь представители 20 стран приехали к нам на наш Конгресс, в том числе выставились Украина, Белоруссия, Сербия. Есть военные атташе, послы, которые сегодня будут участвовать. На линии Международного Константинного Комитета принимает участие президент Всемирной Федерации ветеранов, вице-президент Всемирной Федерации ветеранов, вице-президенты Международного Константинного Комитета Организации Офицеров Запаса. В ходе работы Конгресса высокие зарубежные гости не только высказывали свои предложения и мнения по проблемам безопасности, но и искали пути взаимодействия друг с другом в обеспечении общемирового спокойствия, сотрудничества по противодействию террористическим и экстремистским угрозам. Экспозиции зарубежных стран вызвали особый интерес и внимание гостей. Непосредственно от Украины здесь есть павильон научно-исследовательского института гражданской защиты, который занимается разработками безопасности человека, территорий. И обмен опытом, который происходит во время заседания секции, он способствует выработке тех единых подходов, мировой опыт предупреждения о чрезвычайных ситуациях, обеспечения безопасности человека и территории. Конгресс и сопутствующая ему выставка проходили в течение трех дней. Посетители с интересом ознакомились с представленными на ней экспозицией. Помимо силовых ведомств, в работе Конгресса и выставки были представлены ведомства экономического и промышленного комплекса России. Среди них Торгово-промышленные палаты России и Москвы, Ассоциация Лига оборонных предприятий, Союз машиностроителей России, Корпорация Единый энергетический комплекс и другие. Работали здесь и представители различных коммерческих и общественных организаций нашей страны и мира, многие из которых выступили с конкретными предложениями. Мы имеем свою строительную компанию, Мегапер, и у нас один из основных вопросов, вообще-то, главный стоящий, это качество. А от качества это безопасность любого объекта. Вы видите, что сейчас происходит, там обрушение, там обрушение. Чтобы объект был безопасен, объект, любой объект, это наша среда с вами обитания. Люди уже сегодня должны быть уверены, когда они куда-то приходят, что ничего не случится. С моей стороны поступило предложение, что почему бы нам не использовать международный стандарт одного из маленького инструмента безопасности, такого как переграфа. Соответственно, что этот прибор может помочь непосредственно по приему на работу среди соискателей людей сформировать компанию, которая будет направлена на привлечение определенного экономического развития волны и достижения поставленных в цели результатов хозяйственной деятельности предприятия. Участниками Конгресса и выставки стали представители фактически всех регионов России. Всего на выставке действовало 92 экспозиции. А экспозиция ДОСАА в России была не только одной из самых представительных, но и самых посещаемых на выставке. Здесь можно было испытать себя на специальных тренажерах, подержать в руках настоящее оружие, посоревноваться в стрельбе и даже получить навыки по служебному собаководству. А некоторые воспользовались возможностью вступить в ДОСАА и пополнить ряды этой общественно-государственной организации. Представляю авиалюсоохрану, рад вступить в ДОСААА. Получил членский билет ДОСАА в России. Здесь есть все. И военно-патриотическое воспитание, и особенно очень широко подготовка к службе вооруженных сил. Хорошо представлена спортивная работа. Здесь имеется наш передвижной тир. В общем, все, что необходимо для организации подготовки молодежи к службе вооруженных сил. А бизнес-конгресс он так и определяет. Главная задача его показать связь бизнеса с обороной нашей страны. Здесь когда-то все присоединяется. Запасность. Не надо обгонять никого на машине. Не надо врезаться. Мы не ждали, что такое количество людей будет. Особенно нас радует, что очень много молодежи. Первый день посещения более 6 тысяч. Посетило сегодня около 10 тысяч посетителей. И за 3 дня мы полагаем, что около 30 тысяч посетителей пройдет. Работа с молодежью, передача традиций, обмен опытом работы, обсуждение форм и методов работы с ней – это важный и дальновидный подход к вопросу безопасности страны и будущих поколений. Мы планируем провести встречу ветеранов молодежного движения. Она будет посвящена 95-й годовщине Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи, который, на наш взгляд, внес очень важную, сыграл очень важную роль в становлении, развитии и воспитании молодого поколения и в целом тех достижений, которые были в Советском Союзе. Одновременно мы планируем в ходе этой встречи рассмотреть вопросы возрождения молодежного движения, в том числе и среди военнослужащих. В деловой части Конгресса обсуждались пути и формы повышения безопасности в самых разных сферах жизнедеятельности нашей страны, на мировой арене – формы более эффективного взаимодействия между странами. Теоретическая часть она всегда должна быть, потому что именно на теоретической части есть возможность как можно большее количество людей выступить. У нас за уже два дня выступило более двухсот человек. Результативно прошла конференция «Безопасность России и мира через инновационную экономику, высокие технологии и человеческий капитал», которую провели заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и председатель комиссии Общественной палаты России по проблемам национальной безопасности, президент Международного консультативного комитета Организации офицеров запаса и резерва Александр Каньшин. Главная цель состояла в том, чтобы на общественной площадке общественной палаты, а именно общественная палата, инициировала проведение бизнес-конгресса совместно с Национальной ассоциацией обвинений офицеров запаса вооруженных сил Международных консультативных комитетов Организации офицеров запаса и резерва. Мы полагаем, что вот на общественной площадке мы попробуем пригласить и руководителей силовых структур, бизнес-структур, общественных, коммерческих организаций, производственных ученых, представителей России и зарубежных стран, чтобы вместе обсудить самый острый вопрос 21-го столетия. Как защитить гражданина страны и жителей планеты Земли от техновременных опасностей и угроз? Мы очень надеемся, Министерство форума, что данное системно-русовое собрание в целом и прочих, конечно, одной из своих основных целей должно поставить себе вот это угрозное собрание, придание вот этому важнейшему инструменту, важнейшему атрибуту нашего общества, армии, в достойном положении в этом обществе. Сегодня каждый из нас выражает свое отношение к России, конечно, я в первую очередь обращаюсь к гражданам нашего государства. Или из чувства своей родины, или из осознания этой страны как более или менее безопасного места пребывания. И очень отрадно, что проблема безопасности и защиты личности, общества и государства выходит за рамки функций силовых структур, и этой проблемой все больше озабочена и само гражданское общество. На одной из секций рассматривался вопрос реформирования военной медицины как важнейшее условие повышения безопасности воинского труда и военной службы. На Министерстве обороны в положении записано нет такой функции, как медико-социальная реабилитация. Это, пожалуй, невозможно. Мы в рамках вот этой концепции, которая сейчас министром будет утверждена в ближайшее время, с минимальными, я думаю, правками, в каждом округе будет прописан санаторий для лечения участников боевых действий и участников войн. В центре пристального внимания оказался такой актуальный сегодня вопрос, как международное сотрудничество силовых структур в борьбе с терроризмом. Для мировой цивилизации борьба с международным терроризмом является очень актуальной. И не только Россия, многие страны сегодня делают все, чтобы вот изжить, уничтожить или хотя бы минимизировать потери от этой чумы. В общем-то террористы, это рекрутируются они из молодежи и раннего возраста. Это проблема трудоустройства молодежи. Потому что сегодня у молодежи в возрасте 14-20 лет процент безработицы фолоссальный. И если у нее нет...